Наверное, по своей судьбе, истории жизни, вы такой классический Global Russian, глобальный русский. Более того, на заре существования СНОБ вы были нашим блогером, вы ввели талонку. Автор, было дело. Было дело. У вас 4 или 5 языков. Ну, 5 иностранных. 5 иностранных, да, и 6. Вы много жили за границей, работали в агентствах, и, в общем, продолжаете жить за границей. Недавно вы оттуда приехали. То есть вы, так сказать, идеальный, вот этот глобальный русский, скажем так. Эта концепция претерпела, придуманная основателем СНОБа Владимиром Яковлевым, претерпела довольно серьезные изменения, и, в общем, даже в какой-то момент он показался уже устарелой, потому что вот эти глобальные русские, они как-то вообще, ну, как-то стали сходить с исторической арены. И что вы вообще думаете об этой идее? Есть ли они? Чувствуете ли вы себя этим глобальным русским, о чем мы в свое время с таким энтузиазмом докладывали вот в конце 10-х годов? Слушай, ну, я считаю, во-первых, что нету каких-то исключительно глобальных русских, есть просто, ну, процессы глобализации естественные, да. Если вы приезжаете, допустим, в Нью-Йорк или в Лондон, вы видите этих обычных космополитей. Раньше это называлось космополит. И я себя совершенно без, ну, со всеми оговорками надела против космополитов и псов, тем не менее себя к космополитам отношу, и я больше того, как хотел к космополитам всегда быть и стать и так далее. И на то есть разные причины личные. Там, скажем, дед мой, отчим моего отца, который был главным художником, крокодил, в свое время очень много ездил и дружил, ну, в той или иной степени хорошо разговаривая на иностранных языках, дружил с карикатуристами из ГДР, из Польши, там, кубинцы какие-то у него были. И он по соцлагерю много достаточно перемещался. И вот, наверное, прежде всего под влиянием его образа, да, у меня возникло желание, я помню очень ярко, годы мне 4 или 5, у них была квартира с бабушкой на Арбате. Бабушка унаследовала ее от своего отца, который был видный медик, врач, профессор, и у него досталось квартиру на Арбате, и вот, значит, в осколке большой какой-то квартиры прадеда, мой, соответственно, этот вот дед, принимал каких-то художников после некой выставки, там, карикатуры, проходившей в Москве, и это была совершенно буржуазная, анти-советская какая-то атмосфера. А родители мои жили в Строгино, в двухкомнатной квартирке 37 метров, вот, знаете, вот синие панельки, и от лифта направо в конец, и вот таких домов, наверное, сотни тысяч, и таких квартир, наверное, миллион, и вот в одной из таких квартир, собственно, я на самом-то деле и жил. Потом я попадаю, значит, к бабушке с дедушкой, у них вот этот, квартира на Арбате, там, высокие потолки, какие-то предметы искусства, значит, зеркало в резной раме, которое стояло в мастерской, Кукра Никса сделал каким-то крепостным мастером. Именно меня это произвело вот этот шик, как бы совершенно несовместимый с моим достаточно серым существованием, ну, уютным советского ребенка. Вдруг во мне, как бы, и все, главное, говорили, кто-то там на испанском, что-то нет, там, какие-то сигары курят, какие-то черные, те, как туристы кубинские, там, толстые, то есть вообще в фильм попал. И как-то на меня это вот все произвело впечатление. В том, где-то со мной поделился своей коллекцией монет, ну, то есть у меня была такая банка из-под кубинского кофе, куда он засыпал привезенные, значит, всяких подъездок монетки кубинские, там, я из них делал солдатиков, играл как солдатиков у них эти монеты, там была огромная, ну, прям банка такая. То есть это было первое прикосновение к какой-то глобальной культуре? Мне кажется, вот именно оно в первую очередь во мне, это прикосновение зародило желание красивой жизни за рубежом. Ну, или, по крайней мере, не то, чтобы я хотел когда-то, и при этом я хотел прям уехать. У меня не было вот этого стервенелого такого желания, там, бросить, уехать, и никогда не было никакой, упаси Господь, ненависти или даже нелюбви к России. Для меня вопрос, где твоя родина, всегда однозначный ответ на него дается. Родина здесь, родная культура здесь, и, наверное, вот вы говорите, что феномен исчез, но это, может быть, кажется, что он исчез, потому что Россия может начать потихоньку особенности в этом году, как бы все остальные немножко закуплились себе, и вот не является ли это показателем того, что происходит какое-то вот закупливание. И как бы постепенно люди, оставшиеся там, как бы остаются там, это никакой не занавес, наверное, железный, да, но, тем не менее, как бы Россия, может быть, снова начинает немножко к себе замыкаться, я не знаю. Ну, этот процесс начался, в общем, в 2014 году, будем честно сказать. Ну, с Крымом, да? Его форсировали существенно в 2014 году, да, и власть как бы провела этот вот водораздел, если не сказать, ров. Свой-чужой. Свой-чужой, да, совершенно верно, и принуждает всех тех, кто не солидарен с их действиями, считать себя чужими и сейчас уже маркировать себя как иностранного агента. И хорошо, что это вот не татуировки, которые мы должны там по себе делать, потому что я, мне кажется, уже как-то начинаю с глобального русского превращаться в иностранного агента. Про русофобию вы говорили, и вы сказали, я ни в коем случае не русофоб, но именно в русофобии вас зачастую обвиняют представители российской власти, например, в руссотрудничество. Что такое быть патриотом, и почему русофобия – это не про Дмитрия Глуховского? Нет, ну, во-первых, русофобия – это шельмование. Это как вот сказать, ты иностранный агент, и теперь доказываешь, что ты не иностранный агент. Это такое обвинение, не требующее доказательства, с одной стороны, и оно как бы обвинение морального характера. Ты ненавидишь русских. Ну, во-первых, как бы, я сам повторюсь, что я себя, безусловно, считаю русским человеком. Да, и культурно, и по крови, и так далее. Ну, как многие из тех, кто живут в России, поскольку у нас сами постколониальное государство, русские – это не только… Во-первых, ну, сколько здесь людей чисто русских на 100%. Это государство, которое разрасталось, завоевывало, объединялось, было тотальное взаимоприкновение на уровне культур, элит, национальности и так далее. То есть, ну, во-первых, поскорее любого русского, как говорится, найдешь Татарина. И я думаю, что меня тоже… Меня тоже можно здесь поскрести и найти, поскольку вот это около Волжские регионы, откуда моя мама, они все находятся, находились, разумеется. Да, и сердечко забилось. Под двигом, да, и мне кажется, такой скуластый, раскосый, потому что и русская часть во мне тоже многонациональная. Вот, это раз. А два – это то, что я без своего абсолютно русско-российского бэкграунда и культурного какого-то фона, и детства, и языка, и принадлежности какой-то эмоциональной, ностальгической, точно не был бы собой. И я однозначно, как бы, ну, то есть в этом и сила моя, и слабости мои, и, там, если можно тест 23andMe, как бы, делать и воззнать разные компоненты, то душа, мне кажется, вот так вот не препарируется, да, она вот целиком принадлежит России. Ну, просто русофоб – это русофоб, конечно, да, но это ярлык, который так вот лепится, наклейка на лоб тебе, ты себе лепишь на лоб, и все, значит, вот ему, кому-то другому, да ты русских просто не любишь. Ну, секундочку, значит, я не люблю русских, я очень люблю русских, я им, нам очень сопереживаю, да, и не люблю я и критикую политический режим, нынешний и предыдущий тоже, коммунистический, который как раз русского человека все время принижают, ограничивают, оболванивают, ему не позволяет никакой свободы, потому что себя эти режимы ему, русскому человеку, нам навязывают, и поэтому должны максимально, как бы, русского человека, вот как собаку, значит, в этой спалке с петлей, как у тех, кто занимается отломом собак, держать. Повторюсь, эта метафора касается тех, кто страной управляет, народом управляет, тут они к себе народ, как бы, не подпускают, боясь, что народ их, как-то, может быть, там, покусает. И, наверное, не имея, что возвратить по существу, те говорят, что ты русофоб. Русофоб, и все, это свидетельство. Это проще. Да, а патриот, это тот, кто любит государство, как бы. А государство у нас тоже, оно специфическое. Государство именно в нынешний точек развития государства, а не в принципе базовой. Абсолютно. Ну, в нынешней точке развития государства, оно немножко захвачено, как бы, людьми довольно случайными, частично, а частично не случайными, потому что государство, ну, полностью уже, государственно порос draining со спецслужбами, и это вот как раз не случайные люди у нас. И они, разумеется, приватизировали, присвоили термин «патриот». То есть они считают, что патриоты – это те, кто в их корпорации состоит. Но поскольку они себя противопоставляют народу и, по сути, стране, то мне кажется, что софобами являются как раз они. А я, поскольку я как раз народу очень сопереживаю, и единственное, что с народом надо делать – это, в общем, его посвящать, чем я пытаюсь на досуге заниматься в перерыве между починкой примуса. В общем, я считаю, что как раз это и есть патриотизм. Патриотизм, ты любишь свою родину, ты ей сопереживаешь, ты находишь какие-то недостатки в устройстве политической жизни и общественной жизни и на них указываешь посредством того инструментария, который у тебя есть. Вот у меня есть инструментарий литературный или кинематографический, и я стараюсь задействовать его. Ну вот давайте поговорим немножко о вашем инструментарии. Дело в том, что одна из таких ярких очень картинок, которые я зафиксировал, изучая вашу биографию, ваш папа был журналист, и у него была машинка «Олимпия» пишущая, печатная. И в три года Дима сел за эту машинку и начал печатать вдохновенно. Я думаю, что если будут когда-нибудь снимать о вас боёпик, то, наверное, они начнутся этого эпизода. Я думаю, что это очень символично. Я думаю, что в начале писания. Я думаю, что у меня сейчас боёпиками должны либо грохнуть, либо стриму посадить. Поэтому давайте пока я без боёпика. Нет, ну, это интересно. Вообще, кстати, как вы относитесь к жанру боёпик? Очень многие ваши коллеги написали по книжке о писателе. Там Пелепин написал, Леонова, Есенина, Серёжа Шардунов написал, Прокатаева. У вас есть ваш писатель? Нет, у меня нет. На котором вы захотели бы написать книгу? Нет, ну, я... Или погрузиться в его творчество? Есть мастера, перед которыми я преклоняюсь. Если говорить о советских авторах, то это, допустим, Платонов, Бабель, Шаламов. Вот так, троек такая. Ещё, наверное, до известной степени Зодченко, который тоже своим языком, но, конечно, не такой тяжёлый и не такой поэтичный, как там у Бабеля. И Платон, тем не менее, он, мне кажется, как это же приятельно относится, ну, для меня, по крайней мере, лингвистически. Вот это я считаю, вот этих людей считаю великими мастерами русского языка, модернизации русского языка, да, в том смысле, в котором большевики модернизировали, в общем-то, общественно-политические устройства России. Но, то есть, может быть, позже. Вы знаете, как мне кажется, когда я начну думать о пенсии, и мне нужно будет поставить себя как-то в контекст, вот примерно в то время, когда люди начинают интересоваться своими предками, то есть ты чувствуешь, что скоро пора. К ним навстречу. Да, да. То есть до определённого момента, как любой молодой человек, совершенно отвергает какой-либо интерес в своих предках. То есть, ну, про дедушку ты знаешь, может, с ним вентально препятствовать, но ты не начнешь раскапывать, кто там были твои прадеды. Тебе не нужно себя ставить в этот контекст, как бы, в эту цепь поколения, потому что до известного момента я предпочитал, чтобы вообще история МСМИ началась с меня, рода. Потом ты понимаешь, что, во-первых, ты ничего существенного для этого не сделал. Во-вторых, как-то с большим интересом начинаешь рассматривать тех, кто был до тебя, потому что понимаешь, что ты всего лишь какой-то звеном в этой цепи. И примерно вот в это же время, когда ты начинаешь заниматься, я думаю, богоискательством, потому что начинаешь немножко неуверенно себя чувствовать в земном существовании, не надо опереться на что-то другое, что дает тебе обещание продолжения. И в это же время люди начинают, я думаю, что всерьёз авторы, да, уже не обыгрывая какие-то ролевые модели, то есть хочу быть как Пелевин, хочу быть как Горький, например, Пелевин, да, вот, начинают вот-вот как бы это, ну вот как меня будут потомки помнить, то есть мне сейчас совершенно по барабану, как меня будут помнить потомки, потому что я живу вот текущим моментом, мне интересно, что обо мне девушки думают. Вот, да, ну так вот делаем. Ну вот, а что касается, значит, потомков, то, ну, разберёмся потом когда-нибудь, если это будет ещё актуально. И всё-таки если выбрать для будущего боёпика, я всё как-то заботился этой темой, каких-нибудь, ну, я не знаю, пять самых главных эпизодов вот на сегодняшний день вашей биографии, что было выбрать? Ух, так, ну, давайте начнём с этой печатной машинки, но это был какой-то, я думаю, что это был не какой-то день, когда печатная машинка Олимпия на меня посмотрела с обеденной стола, так сверху вниз, я так напечатал первую букву, я думаю, что это просто был такой, вот, может быть, папа там в клубах сигаретного дыма, вместо того, чтобы со мной, значит, играть в машинке, сидит, что-то запечатает на кухне, кухня вот такого размера, значит, 2-3 квадратных метра, ну, 6, значит, и я как-то там к этому, заглядываю, потом вот эта, безусловно, история с вечеринкой, с вечеринкой у бабушки-дедушки, да, на Арбате, потом обязательно вот эта вся деревенская история, знаете, как, я думаю, что вот, да, 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 и там, и вот там какое-то постепенное такое знакомство со смертью, и какая-то должна была быть очень важная часть, которая заставила меня, я не знаю, что это за часть, которая заставила меня очень бояться старения, старости, я дико, вплоть до буквально прошлого года, это был мой главный, как-то страх, боязнь составиться, утратить, как бы, верильность, физическую сумму, утратить сексуальность, красоту, что-то замечает, потому что девушка нравится? Ну, знаете, как бы красоты мне, когда особо не было, она только вот еле-еле начала поедать в последнее время, но, тем не менее, сразу сразу не ковкова, а я хочу, девушкам нравится, ну, конечно, ну, да, ну, да, 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 ну, скажи так, вот, наверное, во-первых, вообще, у меня у сына такая же история, он очень боится тоже взрослеть, вы ему все устраивает в шестик, я не хочу стоить мне семь лет, мне не нужно, и у меня утром такая родовая черта 6 лет тоже не очень не хотел за все устраивает вот как битиной барабана как раз типа я не буду отразить вот вот похожая история приключилась и со мной потом это наложилось на то что всю свою юность я уже в кого то есть я учился я был за границей нельзя было ослабляться я себя там не чувствовал своим я заменял в общем общение какой-то не прожег ни одного дня юности практически а очень хотел прожить всю и так получилось что юность в этом плане упущено оказалось я всего боялся чуть не дополучил от жизни не сейчас наверсту и сейчас я наверсту да на три типичные среднего возраста и я вот его использую для того чтобы наверстать а вот просто деревенское детство я снял уже вместе с вами сняли фильм не знал что это вот мы дошли до топе и так совершенно неожиданно таким образом русскую глубинку и это фильм прекрасно прозвучал мы представляли вы наверно знаете двух главных звезд этого фильма иван янковского и тихона жизневского и я счастлив что сегодня здесь володя мирзуев который я знаю всю жизнь и который был автором был режиссером и вашим соавтором это понимаю в этом проекте володя скажи мне пожалуйста как вообще произошел ваш тандем как произошла эта история топе мы познакомились в фейсбуке сметить в четырнадцатом году умеете прислал мне четыре серии сценария который так и назывался топе это было ну я не знаю какой это был драфт на самом деле меньше какой-то полуторный ну да ну вот тем не менее это был четырнадцатый год мы я почитал истории сразу же меня попал как-то я понял что да это это материал которым я очень хочу заниматься это очень талантливо написано но мало того это попадает во многие мишени которые меня остро интересуют 14 год напоминаю вот поэтому он и познакомились после этого с митей ну как-то нормально стали общаться и стали искать продюсеров и вот с 14 года по 19 мы их искали параллельно да да и наверное мы бы искали еще 25 лет если вы не появились интернет платформы потому что ситуация резко изменилась поскольку возникла конкуренция причем конкуренция в той области где не просто есть деньги да а есть еще и аудитория который живет в интернете смотрит все на свете смотрит лучшую продукцию европейскую американцу и американскую и этих людей на мякини не проведешь как бы им просто вот такую какую-то шнягу не продаж вот поэтому они сразу поставили вопрос перед продюсерами и творцами что нам нужно сложное нам нужно острая нам нужно интересное нам нужно только чего нет на тиви ну и вот здесь как-то оказалось что мы пришлись к двору вот а какая тема вообще в топе там же много мотивов на самом деле тебе было особенно как-то близка и важно то что мы все живем воображаемых мирах я думаю что это главная проблема вообще нашей цивилизации поскольку все конфликты возникают как раз в тот момент когда мы встречаем человека или группу людей которые воображают мир не похожи на мой я хочу их как бы переубедить период и перетащить на свою сторону или даже объявить им войну потому что они видят мир не так как я вот собственно вся проблема все войны отсюда все недоразумения вот мы говорили там вы говорили выше про русофобию вот это вот с этим связано просто люди которые как бы вот эти клеят ярлыки другим на лоб они просто встречают людей у которых другая картина мира но они с этим согласиться не могут потому что ну как я вижу мир вот таким образом почему ты видишь по-другому тоже неправильно спасибо ваша собаке но сейчас володя коснулся как раз тема романа все-таки это важное для вас слово я так понимаю и важный жанр и роман текст важный жанр личной жизни тоже но все-таки текст книг который принесла вам такой большой успех я метро безусловно тоже но текст так-то он стал и прекрасным фильмом и как-то сразу все заговорили что глуховский это автор текста телефон стал для души и зерном хранилищем в нем самые яркие наши воспоминания мы храним свой сумех фотографиях минуты счастья в видео в чатах признания любви снеги соблазнов и родительство грехов такое время вам я и сделал предложение когда родится ребенок хочу чтобы он знал у него была не только мать но и отец я не хотим пожениться что значит телефон это и есть качество такой скоба тот кто получит твой телефон станет собой когда нами это будет уже слишком поздно вообще вот в этой книге меня больше всего поразило ваше ну как-то знание вот этой жизни в лобни и всех этих всего все-таки достаточно благополучной семьи и рассказывали про своих значит этих воскопоставленных родственников нарбате когда а здесь вот человек который прям прожил жизнь вот в этом пригороде и знает всю эту жесткую на материю вы как очень погружались в это вы как-то специально изучали это вообще как-то как вот эта многомерная материя этого романа выстраивать ну знаешь как я включать в южном из разных космополитический вот этот глобальный достаточно широкий окна желание разных странах но у меня есть и все детство школьное как в москве и да у меня школа была нарбате но у меня туда поступили потому что мой отец там учился когда уже на работе мальчиком и я всегда жил в строгину и потом на в днх строгина и того что кардинально строгину моего детства от лобни не отличается да сейчас может быть немножко благородили там одно относится к москве в области но какого-то разрыва кратного тут по уровню жизни и скоте уличным приключениям нет я чувствовал эти вещи потому что это ну там где-то отрочество где-то детство мое но тем не менее для меня это не какой-то этнографический эксперимент не поездка барина в народ да в народ такой и не с не саней не стиль не за низкарет и я через пенсионер значит смотрел на жизнь русского человека я вот просто но первых я общитель достаточно человека я так сказать люблю разговаривать с людьми не только с таксистами вот ну вот это было совершенно естественно но потом я пока не сидел а значит поэтому мне нужно было поговорить с тем кто сидел и там дать почитать не вычитывал три языка до сидельца кажется перспективы один заносит другой другой они там поправляли вот и сотрудники правоохранительных органов там в розыске когда приняли участие вычитки давали советы то есть как бы я старался это себя понимал что я заступаю с одной стороны очень избитую территорию связанную с присутствием зоны в нашей жизни да то есть проникновение уголовной ментальности и ментальности тюремной в эту жизнь ну то есть есть целый канал канал т.в. который с 30 лет вот ну хорошо с момента как сверху гусинского там 20 лет он вот сегодня это существует абсолютно зона т.в. совершенно верно здесь сложно а с другой стороны есть великая лагерная литература до солженицын там и шаламу там где-то олежковского и ну и вообще то есть как бы ядовлатов там с другой стороны со стороны как бы внутренних войск это все описывал очень трудно не наговорить банальности и очень не хочется оперировать клише поэтому мне нужно было вот как вот пройти но но при этом то влияние и та роль которая есть у зоны и уголовной жизни учитывая какую большую ставку на нее сделал есть фиссарион еще и потом все его последователи то как мы видим как у нас в общем на фене общается министр иностранных дел к человек который должен исключительно языковым дипломатического этикета да я не знаю кто театроведы или дипломаты должны более сложный красиво изъясняться вообще-то да но вот мы видим значит министр основных дел который в присутствии своих коротких коллега дебилы блять в девятом году президент задал тренд в сортире замочен да в общем российской политической реальности говорит на фене это скорее от норма да особенность да это наверное происходит потому что люди которые которые люди спецслужб которыми укомплектована известной степени наша власть они активно взаимодействовали с криминальными структурами стараясь поставить их себе на службу да и не искоренять и преступность а сделать так что преступность была интегрирована в механизм управления то есть отдать им как феодалам на откуп определенной сферы экономической общественной жизни а вы не думали о том что вот этот слоянка этот эта лексика она и лучше понимают люди ну словно говоря злобнее чем вот эти дипломатические обороты о которых мы сейчас так с ностальгией вспоминаем с одной стороны с одной стороны с другой стороны мне кажется что произошел во первых мы и мы и молодые люди 20-летнего который ну как бы себя считают зумерами а там нас уже бумерами не зная это они в своем посидимом обиходе вместе со словами криповый и кринжевый используют массу слов схеме слушал каться например это совершенно слова сфере как бы лагерные но еще масса других которые как бы нам кажется веселым одежды словечками сами они просто лагерные лагерные лексика лагерные лексика популярность у них важно потому что все-таки среди зумеров движение ауе и как причастность к тюремной эстетике популярна в том числе как некая форма протеста но на вену да и цель отеста системе это это смешно в принципе лагерная вся эстетика и лагерные диалоги это против поставить себе системе государства то есть старшотто судить это значит менты ел учены вот вода да 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 ну вот вымер как бы пожалуйста но другой стороны это настолько четкая кристаллизованная и сильная культура субкультура даже ты даже вот при столкновении охранительные культуры спецслужбинской как башний another соприкасаясь с то есть культура основная случая на лагерном лексиконе и культур лагерной и соприкасаются и лагерная культура оказалось как бы лонг-терм сильнее и она просто пустил корни отравила или окрасила. И мы сейчас видим, как вот это вот, как бы, я, извините, говорю слово сука, у Шаламова есть книга «Сучьи войны», и там ровно про противостояние тех уголовников, которые согласились сотрудничать с режимом, с администрацией, и со сталинским государством, отправившись на войну на фронт. И теми, кто ушел в отказ и сказал, что даже вот Великая Отечественная война не является поводом сотрудничать с режимом. Настолько себя им противопоставили. И вот государство, как бы, в терминологии Шаламова, «Сучьи государства». И так получилось, что лагерная ментальность оказалась сильнее, лагерная культура оказалась жестче, плотность у нее оказалась выше, и жесткость. И она, как бы, проникла, просто проросла в официальную государственную культуру, и мы это все видим теперь в том, как управляемся мы, на каком языке элит разговаривает, на политическое, по крайней мере, да, и так далее. Это удивительное дело. И об этом тоже немножко текст. Да, потому что текст – это вот ключевое слово в этой всей истории. И я сейчас как раз об этом размышляю, и я подумал, что не случайно под конец своей жизни Юсик Федорович Сталин занялся вопросами языкознания, потому что слово, язык, оно наиболее точно выражает состояние умов нации, и почему, до сих пор непонятно, почему последние месяцы или полгода жизни он посвятил этим вопросам языкознания. Наверное, потому что думал о том, что в слове заключена вот эта магия и власть. В слове, безусловно, заключена магия и власть. Человек устроен таким образом, что те мыслеобразы, под которые отчеканена формулировка, отчеканена слова, как бы нами воспринимаются, и мы им легко оперируем, манипулируем, и начинаем как бы мыслить вот этими готовыми, штампованными, понимаете, терминами. А то, для чего нет слова, остается как-то размазанным очень, на уровне ощущений, и ты, в особенности, если ты ленив душой, то ты и откажешься от этого, да, или ты будешь мучать. А если ты мучишь, то ты не можешь ощущениям своим поделиться с другим, а делишься ты теми ощущениями, под которые заготовлен у тебя арсенал выразительных средств. И, Юсифович, ладно, но большевики полностью реформировали русский язык. Да, и из-за этого вот я как раз Бабеля, Зощенко, в общем, и Платонова и люблю, за то, что они где-то языком вот этого большевистского плаката, где-то, как у Платонова, языком транспаранта, где-то языком инженерного термина, потому что большевистская революция, она не просто модерна, это еще и индустриализация, модернизация технологическая. И они полностью, в общем, переиначили сам образ мысли, которыми люди выражались. То есть люди действительно в квартирах своих или там, не знаю, там, на встречах, в том числе и частных лично говорили вот этими заготовками транспарантными, да, там, товарищи, вот это все. И Иосиф Виссарионович, наверное, еще раз вспомнив опыт своей молодости, решил, что это действительно очень мощный способ программирования, во-первых, людей, формирования просто реальности. И вот у меня будет выходить сейчас книжка, которая в том числе посвящена вопросу бумаги слова. Это пост, то, что вы сейчас пишете? Да, пост. Это выходит книга в апреле? Книга, сейчас в апреле будет выходить аудиоверсия. Это вот со старителем, то, что ты поподробнее рассказываешь. Выходит аудиоверсия, которую я сам начитал, по паролям, значит, а потом будет выходить, наверное, в апреле-май на бумаге. История, история, значит, про то, как люди друг друга заражают безумием через слова. То есть, как зомби-вирус, ну, только это слова, нервничественные программирования, у них безумие такое, которое когда-то давно было использовано для подавления гражданского сопротивления и брожения в регионах властью против населения. Слова. Вот. Некое там последовательное слово, которое просто вот ты произносишь, другой человек как бы сходит с ума, потом все эти сумасшедшие люди синхронизируются, осуществляют бессмысленные какие-то действия друг друга там съедают, например, или еще что-то делают. Вот. И про магию слова получается. Да, это происходит все в такой России, которая сжалась после этого катаклизма до пределов, в общем, до границы реки Волги. С такой стороны реки Волги? Ну, вот. С нашей. С нашей, да. С московской. А там все, что там Урал и так далее, все, в общем, неизвестно, что там происходит. Завеса стоит тайной и вот. А здесь такое идеальное государство, царь-батюшка, в общем, царь-император, отсутствие современной связи, потому что через них можно заразиться. Снег, Рождество, значит, гимназистки, баранки, сани, казаки. Казачество, да. Детство Дмитрия Глуховского. Нет, нет. Ну, топ-чета России, по которой ностальгирует Маргарита Симоняна и Дмитрий Песков. А вот про Маргариту Симоняна хочу спросить. В биографии Дмитрия Глуховского есть работа на телеканале Раши Тодей? Есть, да. Как угрозило, во-первых, и когда осознали, что не хочется больше? Слушай, это было, во-первых, все давно и правда. То есть я с 2002 по 2005 год работал на телеканале Евроньюз и очень заскучал. И я к третьему году работаю на Евроньюз в Лионе, благополучном буржуазном городе. Лион испытывал уже чудовищную тревогу. То есть я прям хотел что-то еще. И тут создавался для того, чтобы показать, что есть в России свободу слова. Совершенно другие цели он преследовал изначально. И нам сказали, что вот набираются кадры туда. И там позиция корреспондента была самая главная. А я хотел быть вот корреспондентом. Как дедушка, как папа, в поле ездить, везде разговаривать, делать репортажи. И я вот подал какую-то заявку, и меня туда взяли. И меня больше того взяли в Кремлевский пул. И я три года проработал в Кремлевском пуле. Но вот мне, чтобы прям соврать, ни разу не приходилось за это время. Один раз, когда я сидел месяц в Украине, после чего очень прилил Украину и с тех пор всегда, значит, поддерживал ее во всех ее конфликтах с Российской Федерацией, один раз у меня, значит, отрезали конец мой стендапа, где я высказывал суждение. Но в остальном я придерживался принципов, которые мне привили на Евроньюс. Значит, вот одна страна говорит вот это, другая страна говорит вот это. А сам репортер ничего не говорит, потому что он не аналитик. И в 2007 году, то есть за пять лет до Болотной и за семь лет до Крыма, когда вот резко произошло скатывание информационного последних остатков, информационного вещания в откровенную пропаганду, я ушел. И все. В общем, то есть получается, что самые тяжелые такие моменты трансформации, информационного телевидения в пропаганду, я уже там не работал. И в то время все было очень мило. Это был такой молодой динамичный канал, где преимущественно студентам, там гемошники всякие, да, или выпускники ЖУФАК МГУ просто работали там в среднем возрасте, в коллективе был как раз там 23, 24, 25 лет. Вот. Потом, конечно, вместе со всей остальным составом все это поехало в сторону куда-то туда, в Рокуты. Вот. Но я в этом момент уже стоял на перроне. То есть я, ну, и глупо отрицать, что это части был моего, как бы, моего бэграунда. И больше того, я считаю, что это не очень пошло на пользу, потому что мне это позволило разобраться в том, как все это устроено. И у меня осталась масса знакомых оттуда. Мне очень интересно наблюдать тем, как они все время должны себя припрашивать в сторону еще больше указанного патриотизма. А уже некуда, казалось бы, да? Не, всегда есть. А Маргарита Симонин в телефон записана, как Маргарита Симонин? Мне кажется, нет, я телефон, что говоря... Ну, вы не общались давно. Мы с ней, мы с ней, в принципе, но я с ней встречался еще, наверное, какое-то количество раз на днях рождения у Алексея Венедиктова, который с ней дружит. Ну вот, и, ну, как бы, целовались в щечку, да. Но сейчас вот после всего, что напишут в последнем в титре, я бы не стал уже, мне кажется, подходить. Но если бы она ко мне подошла, я сказал, привет! Ну, пришлось бы ответить, сказать всем. Добрый вечер. Я не знаю, добрый вечер, да. Это сложный момент, потому что ты с человеком тотально расходишься идеологически, и он тебе прям неприятен тем, что он делает. Вот Захар Прилепин, мы с ним какое-то время дружили, познакомились с какой-то поездки и прям сдружились. Прямо ночью много разговаривали. И он на меня, он очень обаятельный человек был, по крайней мере, тогда. И он на меня произвел хорошее впечатление. И мы с ним прям вот как-то задружились, взял на дне рождения к себе. В какой-то момент, значит, сложилась такая ситуация, что, ну, случился Донбасс, да. И то есть пока он был просто за Донбассом, мы продолжали общаться, потому что, ладно, это расхождение политических позиций. Но когда он поехал туда воевать и стал как бы кичиться, в общем, тем, что он чуть ли не людей убивает, да намекая на это, не знаю, что убил он там кого-то или нет. И когда он взял и обратил весь свой авторитет моральный, в том числе, значит, выданный ему московской интеллигенцией, значит, как немного, одному из немногих русских-русских писателей, он, значит, взял и все это обернул для того, чтобы оправдывать братоубийственную войну, кровопролитие, совершенно войну неправедную. Ну что ж, я думаю, что нам надо уже переходить к нашему... Блицу, я буду на Блицу прийти. У нас есть формат, мы задаем короткие вопросы по очереди будем. Так, давайте. Думать нельзя. Нужно просто сразу на гораво давать короткий ответ. Поехали, я начинаю. Я себе нравлюсь, когда? Ну, когда не трес, наверное. По трезвику, как бы. Сложнее всего мне дается. Думать. Самое прекрасное место на земле это? Ну, это Москва. Ну, мне Лос-Анджейс тоже нравится. Но Москва сейчас гораздо лучше. Похорошела? Да, похорошела при Сергею Семенович. Успех приходит к тому, кто не сдаётся. Настоящий писатель не должен себе позволять? Расслабляться. Женщины лучше мужчин. Они точно умнее, хитрее, гораздо тоньше и вообще их побаиваюсь. Близкие люди считают, что я? Не знаю, хотел сказать нарцисс, но я надеюсь, что нет. Но что я милый? Те, кто меня не знают, думают, что я. Те, кто меня не знают, считают, что я нарцисс. Зато я про себя точно знаю, что я? Что я всегда сомневаюсь в себе. Фильм, который я готов пересматривать множество раз. Топе. Реально, я Топе. Потому что ты пытаешься понять, что нельзя ли будет что-то сделать по-другому. Бойцовский клуб мой любимый фильм смотрел два раза. Все остальные фильмы смотрел один раз, Топе смотрел восемь раз каждую серию. И может быть, сейчас кем-то посмотрю с друзьями. Извините, Володя, но так получилось, что именно ваш фильм. Свой каждый день, практически каждый день, я начинаю с того, что я. Сейчас? С того, что часто читаю соцсети и отжимаюсь. У меня лучше всего получается? Болтать. У меня хуже всего получается? Поддерживаю дисциплину, самодисциплину. Лучший совет, который я когда-либо получил? Вы знаете, я не слушаю совет в чужих, и поэтому я не знаю, что это за совет был. У меня сразу так отсекается. Самый экстравагантный поступок, который я себе позволил. Я не везаю с экстравагантных поступков. Чтобы я больше всего хотел узнать о себе из соцсети. Что я все-таки по итогу, я молодец. Но, вы знаете, Джон Тон Суфти себя хранил восемь раз, чтобы понять, что не будем думать на самом деле. У меня бы хотелось вот такой какой-то положительной оценки без того, чтобы склеить ластом. Я люблю запах. Ну, я люблю запах борща. Что довольно-таки у вас славно получилось. Моя жизнь больше всего похожа на? На трип. Приключения. На этом наша встреча заканчивается. Спасибо большое. Мне кажется, она была очень насыщенной, интересной, драматичной. Мы много нового о вас узнали. Спасибо. И, конечно, будем ждать ваших новых текстов. Спасибо большое. Спасибо большое.